Млечный путь Млечный путь Млечный путь Джентльмены, мы собрались здесь, чтобы воздать должное тому, кто наливает в бутылки успех, кто привел нас на вершину, в общем, сливкам наших работников. Этот человек честно поставляет нашу продукцию, показателями работы, которыми можем справедливо гордиться. И невероятными показателями 428 штук. Мистер Левинсон, я вас поздравляю. Спасибо. Я сейчас, друзья, я... О, мистер Левинсон, спасибо. Среди нас, конечно, есть и другие, кто заслуживает поощрительные премии. Вы, мистер Аккерман, за ваш прекрасный показатель в 397 штук. Есть еще один человек, кто работает с нами недавно, но за короткое время сделал отличные показатели. Я поздравляю вас, мистер Снограс. А вы, мистер Скотт, заслуживаете поощрительные премии. И вы, и вы, и вы, и... О вас поговорим позже. Теперь о распределении наших покупателей. В этом районе мы видим... В этом районе мы видим, что наши продажи... Я говорю, что в этом районе наши продажи гораздо ниже, чем должны были бы быть. Этому нет оправданий. Пожалуйста. Мы видим, что в этом районе наши продажи уменьшаются. Между тем продажи наших конкурентов увеличиваются. Как я уже сказал, в этой области... В этой области, как я уже говорил, наша доля продаж ниже, чем должна была бы быть. Мы растеряли наших покупателей. Что-то здесь не так. Встает вопрос, что же здесь не так? Что случилось, я вас спрашиваю. А причина вся в том... Теперь ясно, в чем причина. Что с вами случилось, Барни? Я только что выпил чернил, представьте, каково. Я не представляю, никогда не пил чернил. Может, кто-то из парней подшутил над вами? Кто вам их дал? Ну, наверное, тот клоун, который все время екал в зале. Это не он, сэр. Откуда вы знаете? Вернитесь на место. Гардеробная клуба полнолуния. Привет, сестренка. Ты готова идти? Да, я сейчас буду. Ладно, буду ждать тебе ухода. Я думаю, это ужасно. Маленькая девочка ждет ухода. Ха, я тоже. Да, Барли? Да. Да, я буду там, как скажешь. Так же, как и я. Хм, я тоже. Не беспокойся, я там буду. Думаю, парнишке лучше посидеть дома. Я тоже. Пока. Ты знаешь, я буду рад с тобой отдохнуть, потому что я немножко устал. Ха-ха. Да, я знаю, ты тоже. Ха-ха-ха. Извини. Ты перепутала наши шляпы. Ой, это очень смешно. Если вы скажете, где вы выступаете, я постараюсь там не бывать. Да. Ты нам нравишься. А вы мне нет. Послушайте, в чем дело? Вы забыли свой адрес. Да. Что? Да. Да, мэм. Я так и думал. Спокойной ночи. Ты куда? Отдайте мою шляпу. Отдайте мою шляпу. Послушай, у меня идея. Давайте пойдем все вместе к тебе. Вас не смешает, что я могу оказаться чьей-то сестрой? Привет, сестренка. Слушайте, я вас предупреждаю. Мой брат очень крутой парень. У нее есть брат. У нее есть брат. Барли. Хотя мы пропали. Барли. Барли, ну где же это? Что случилось? В чем дело? Эй, что вы здесь делаете? Ты кто? Я ее брат. Чем-то кажешь? Да-да. Как нам это определить? Да? Это очень серьезно назваться чем-то братом. Как тебя зовут? Пудинг Энн Тайм. Спросите кого угодно. О, Барли. Пойдем отсюда. Ты слышал, что он сказал? Он первый начал. Он преувеличивает. Пойдем, Барли, их больше. Нет, это, наверное, бандиты. Их надо арестовать. Я исполню свой долг американского гражданина. Скажи еще раз, как тебя зовут. Джо Монро. Спросите еще раз, если не поняли. Он сказал это снова. Он повторил. Он повторил. Пусть скажет это еще раз перед смертью. Это глупо, Барли. И очень опасно. Все в порядке, сестричка. Я встречал много таких. Тебе так просто не уйти. Итак, как же тебя зовут? Пу-пу-пу-паду. Вот кто я. А ты кто? Ах, вот как. Драка. Перед клубом. Драка там. Быстрее, быстрее. Идем смотреть на драку. Кто же там дерется? Все млеч на землю. А и вы, кто-нибудь знает этих типов? Я этого не знаю. Но вот того, это чемпион мира по боксу в среднем весе. Эй, хотел бы я пожать ему руку, кто уложил чемпионов. Это я. Экстренно, экстренно. Читайте репортаж. Развозчик молока побил чемпиона по боксу. Читайте все об этом экстренно. Да, у него привычка попадать в историю. Правда, Габи? Да, когда я уже из города, всегда что происходит? Вот это новость. Как правило, что-нибудь случается, а потом ты уезжаешь из города. Я знаю, умник. Если я вышел бы в прекрасный репортаж. Не хочу более слышать об этом. Ладно, уходи, входи, оставь это. Ладно, пойдем отсюда. Сид. О, Сид. О, Сид. Спайдер, 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 подожди, подожди минутку, подожди минутку, это я спайдер, как я получил этот фингал, ох, я не знаю, у меня при этом не было вообще-то, да, ты был со мной, я был, конечно же ты, А где был ты? Что? Кто? Ты не должен ходить сюда, когда Габби нет, он думает, что это недопустимо, он ничего в этом не понимает, добро утро, Плато, Плато, что? Да ладно, как ты это получил? Что это? Ну видишь ли, я вел бой с Тенью, и Тень победила, да? Нет, нет, это было вот так Мы со спайдером решили потренироваться немного, ну и я пропустил удар, случайно Где ты был? Я тебе вечером звонила, ну в душе, в ванной Что только не случается в ванной, надо же, смотри История о льве и мыши Это ложь Так, предъяви иск газете Что тут написано? Развозчик молока уложил чемпиона О, это не про него Да, это про кого-то другого чемпиона в среднем весе Другого чемпиона в среднем весе нет Официально нет Послушай, Энн, это кто-то другой Ты ведь ничего не скажешь об этом Габби, правда? Он сам об этом присчет Но он ведь в Филадельфии Я слышала, что и там читают газеты Габби, вы его менеджер, правда? Я вам все объясню через 10 минут Ладно, пусть 10 минут, иначе придется от себя написать репортаж Да, но ты не представляешь, что такое потерять репутацию на улице Весь город говорит о тебе Нет? 12 лет назад в моем родном городе я вышла на прогулку И что же случилось? Ничего Но они все еще об этом говорят Дай, посмотрю в глаз О, синяк пройдет через несколько дней только О, привет, папочка Напомни мне спросить тебя позже, что ты тут с ним делаешь Ухаживай за ним Ладно Ты тупой дурень, ты толстомордая горилла За что же я тебя кормлю? Почему ты не смотрел за ним? Что скажешь теперь, а? У нас неприятность, молчи Ты Ты Чемпион мира Ха Вчера ты стоил в миллион долларов А сегодня ты не стоишь и ломаного гроша В Филадельфии я уже почти подписал твое соглашение обоим скиданным милером на 20 тысяч В моих руках уже была ручка, чтобы подписать А теперь я хочу знать, что там случилось Он хочет знать, что случилось Ха Они все хотят знать, что случилось Да, все хотят знать Здесь уже кишит репортеры, но я должен им объяснить Лучше бы у тебя была уже готовая история Алло Послушай, Вилла Я сказал, что сделал заявление через 10 минут Да, я всегда вижу слово Да-да Я же сказал 10 минут, не так ли? Крысы готовы сбежаться через пять уже Ну давай, рассказывай Давай, давай, давай Послушай, Габби Дело было так Спайдер и я гуляли по улице Ну и встретили одного парня И что за парень? Правда, Габби Это был самый огромный парень всех, который видел Больше босса Это был больше, чем канари Да-да, кулаки размером с арбуз И как же это он носит часы? Мы выглядели вот так по сравнению с ним Я должен был подпрыжь, чтобы упасть ему в морду Секунду, секунду Это серьезно? Огромный парень, да? Да-да Чемпион среднем весе побил тяжеловес Это меня и дело Возьми трубку, Спайда Он весил 50 фунтов больше меня Подними трубку Что мне сказать? Скажи алло, они сейчас будут здесь Алло Кто? Это он? Разносчик молока, Баррис Салливан Поднимается уже Давайте спрячемся под кровать Спокойствие, только спокойствие Этот Громила сам идет сюда А внизу репортеры Отлично Пусть фотографирует вас в месте Пусть увидит, насколько он высший Так, малыш? Да, публике хватит одного взгляда На этого хулигана И она почувствует сострадание Теперь мы знаем, что нам делать Нам нужно этот Громила и... Что же вам здесь надо? Я Барли Салливан Это ложь Мулаки размером с арбуз, да? Заходи, Салливан Привет Нет, теперь не уйдешь Теперь ты мой Держи его Давайте, залейте прессу Сейчас его отметелю Так, бей его, бей Чтобы он валялся здесь И парни могли фотографировать тело Минутку, минутку Прежде чем вы сделаете это Не совершайте ошибку Уверена, что это именно тот человек Который побил мистера Макфаггарда? Вот да, мэм Это грязный маленький червяк Спокойно, спокойно Надо выяснить, как же это произошло Причем он будет лежать здесь Надо выяснить Я как раз пришел рассказать, что произошло Ладно, выкладывай Так, то лучше Давай, начинай, ну Ладно Вы все читали газету? Только мельком для ноли Я сотру его в порошок Куда он опять сбежал? Замолчи, замолчи Ладно, рассказывай, продолжай Я не знаю, как вы все на это посмотрите Но меня это беспокоит Вы хорошо выглядите О, спасибо В этом частично моя вина Но если я присяду, ничего Да, да А теперь я все расскажу с самого начала Как вы знаете, мое имя до этого никогда не появлялся в газетах Когда я увидел шанс оказаться в заголовках Вот это да Вам не понять, что это значило для меня Видите ли, моя жизнь протекала однообразно Ручаюсь, что так На молочной ферме я развозил только 120 бутылок Это плохо, да? О, это ужасно И вот это случилось вчерашней ночью Вы понимаете? И когда все эти репортеры окружили меня Я сказал О, парни О, парни И вот боюсь, что увлекся Да, теперь нам все ясно Звонит телефон Да Алло Поднимаются наверх Эй Подождите минуту Ставьте вас Ставьте Скажи парням, я дам каждому 5 баксов, если остановят лифт Теперь расскажу, как же все это произошло Как чемпион оказался побитым Ну, когда я был еще ребенком Послушай, зачем так издалека? Пожалуйста, не перебивайте У него не в порядке нервы? А вам-то что? Теплое молоко пойдет ему на пользу Он его уже пробовал Слушай, давай рассказывай дальше Ладно Так вот, когда я был еще очень ребенком Ты не мог бы начать, когда ты уже был постарше О нет, о нет Все началось, когда я был ребенком У нас нет времени ждать, когда ты там вырастешь Ну, я весь в смущении Ты его смутил Ладно, давай Давай расскажи Энн об этом Сейчас Ладно, когда я был ребенком, я был очень слабым Эй, теперь вы можете слушать так же О, благодарю В руки дети дразнили меня Они даже бросали в меня кирпичи и помидоры Ну, вы знаете, дети все так делают И так я научился уворачиваться Что? Уворачиваться Что я имею в виду? Это я имею в виду Наконец-то я так наловчился, что мог даже нас, продержа руки в карманах И зарабатывать пене на том, что никто не смог сбить с меня шапку И никто так и не смог Скопив таким образом денег, я однажды даже сводил мою мать и мою сестру Мэй в кино Кстати, вы с ней вчера познакомились Смотри на меня Я хочу услышать, как чемпион оказался побит А ты продолжишь рассказать нам о молодых младенцах кино и всякие глупости Если будете меня сбивать, тогда ничего не добьетесь Как тогда я смогу продолжить? Ладно, продолжай Я забыл, на чем остановился На том, что ты был маленьким мальчиком И сводил свою сестру и маму в кино Ты вспомнил? О, да Я даже помню эту картину Помните фильм, в котором злодей запер девушку в своем доме и все время я преследовал? Ах, этот? Да Правда? Да Чем там закончилось? Мама тогда увела меня домой Забирайте его Смотри сюда Будь внимательнее Не отвлекайся от темы Рассказывай суд Они уже идут по лестнице Ты слышал, что он сказал? Они уже идут по лестнице Слушай, ты должен додумать Ты должен додумать Вам надо успокоиться Ты водишь всех нас за нос И запомни, ты должен сказать, что это не ты его избил Я его и не бил Что? Что ты сказал? Я сказал, что я его и не бил Вы это слышали? Вы все это слышали? Он его не бил Эй Вот наша позиция Вот наш выход Энн, открывай дверь Пусть журналисты входят Ты его не бил? Нет Ты не будешь это отрицать? Нет А что же ты скажешь прессы? Его ударил он. А это ложь. Так это ты мне устроил все? Так тебя со мной не было, да? Правда, клянусь, это сделал он. Но тебе отсюда же умею убраться. Прекратите немедленно. Сейчас я его заткну. О, прекрати. Что ты пытаешься сделать? Может успокоиться? Да, если бы успокоиться, я расскажу, как это было. Да, объясни, хотелось бы очень узнать. Сначала он хотел ударить меня, но промахнулся. Я не промахиваюсь. Да, промахнулся. Потом... Эй, я что, не могу попасть в такого дохляка? Нет. Видите, о чем я говорю? Пойдемте туда. Видите, мистер Слоан? Так это и было вчера. Он размахнулся и промазал. Вот видите, я не промахиваюсь. Эй. О, нет. Это делается не так. Посмотрите, вот так. Видите? Прекратите эту ерунду. Вот любезно объяснить, как меня ударили. Мистер Слоан, примерно так это и произошло. Вот эта история, дважды за один день. Он снова это продемонстрировал. Подождите, я могу все объяснить. Он объяснит лучше. Да, но я этого не делал. Это случайно. Случайно. Он прав. Это я сделал. И как только Габи терпит такие вещи. Где этот? Отдай мне это, журналистская крыса. Дай мне это. Вон отсюда, падальщики. Вон отсюда. Вон отсюда, стервятники. Скажи что-нибудь. Ладно. Он будет в порядке, доктор? Он в шоке только и всего. Ему нужно хорошенько выспаться. Это поставит его на ноги. Дайте ему ложечку вот этого. И стакан воды. Кто-то должен быть рядом. Ой, я присмотрю за ним. Поверьте, я присмотрю за ним. Пока он в таком состоянии. Да. Спокойной ночи, доктор. Спокойной ночи. Спокойной ночи, джентльмен. До свидания, доктор. Вы уже уходите? Да, спокойной ночи. Я знаю, что делать. Проводи доктора и убедись, что он ушел. Приведи Салливана немедленно. Приведи Салливана. Я знаю, что делать. Это наш выход. Давай сюда, Салливана. Тащи его немедленно. Я знаю, что делать. Это... Что это, Рик? О, нет. Да, да ладно. Ты хочешь сахара? Правда? Да? Ладно. А ты меня любишь, а? Покажи, как ты меня любишь. О, да. О, да. Сейчас, минутку. Подожди, минутку. Подожди сейчас и скажи, что ты меня любишь. Вот он. Вот. Вот. О, у меня есть ещё. Подожди, минутку. У меня есть ещё. Смотри. А может, тебе хватит? Эй, ты. Босс хочет тебя видеть. Ты пойдёшь со мной. Нет, я сейчас на работе. Пошли. Я ни за что тогда больше не пойду. Ни за что. Что такое? Обжёгшись на молоке будешь дуть на воду. Ха, опять мозги паришь. Я дважды не повторяю. Опять начинаешь, да? Эй. Эй. Война одно. Я тебе покажу. Послушай. Посмотри сюда. Я развожу лучшее молоко для младенцев. А ты. Объяснись это Габби. Ладно, лучше помолчи. Ты. У тебя будет из-за этого неприятности. У тебя нет. У тебя нет. У тебя нет. У тебя нет. Привет, да? Пойдём со мной. Офицер этот человек опасен, он угроза людям. Минуту. Офицер. Это я все объясняю. Не сомневаюсь, я все видел. Пошли. Подождите, я все объясню. Да. Если этого парня научить еще и бить, он будет звездой у Гардена. А может быть и Полограундса, а по телефону даже бой. Он естественный, он будет самым лучшим нашим козырем после Демпси. Но он сначала должен выбить многим челюстям. И начнет с тебя. Идея такова. Он победит в 6 боях, а потом встретится с тобой на Полограундс. А у нас будет новый чемпион. Это Спайдер. Мы вернем твою славу. Привет, Спайдер. Он же в фойе. Тащи его сюда. Что? Ты где? Он в тюрьме. О боже. Это моя ошибка, что я доверил Спайдеру это дело. Я должен был предвидеть, следовало послать за ним человека с мозгами. Да, да. Тебя? А почему бы и нет? Хорошо. Но где же я его найду? Останови первую попавшуюся молочную тележку. А если останешься стоять на ногах, скажи себе, это не он. Да, спасибо за совет. Нет. Эта идея пришла к тебе не иначе, как под воздействием веселящего газа. Может быть прекратишь звонить в мою дверь? Курси, что это подобно Хэллоуину? Я уже говорил, мне нужен твой брат. А я уже говорила, что его нет дома. А я уже говорил, что я не верю. Не поверишь ли ты, что я собираюсь лечь спать? Нет. Что делаешь, а? Ой, извините, я не знал, что вас побеспокоил. Постыдился бы. Такой большой парень. Окрутился вокруг и трезвонил в двери. Я уже извинялся. Что вы еще от меня хотите? Моя жена болтала подряд два часа. Наконец-то она пошла спать, тут овелся ты и снова ее разбудил. Что же я мог поделать? Тебе следовало было бы сбежать, пока я не разозлился. Ты такой крутой, да? Уж не меньше, чем ты. Значит, послушай меня, малыш. Моя работа бить людей. Правда? Да. Я в два счета уложу тебе одну левой. Эй, у меня тоже работа похожая. Пойдем, малыш. Пошли, пошли. Привет, Сид. Ты уже протащил ее в фойе? Ты где? Ооо, чем я это заслужил? Каждый раз, когда я беру телефон, получаю дурные известия. Ну все, этого больше не будет. Они оба в тюрьме. Скоро у вас будет там трое. Это плохо. Нехорошо, ты знаешь. Это судебно наказуемо. Копы идут сюда. Что же мне делать? Где же выход? Скажи им, что когда ты был ребенком, ты был хорошим мальчиком. Это их убедит. Да, пожалуй. Агнес. Что случилось? Вставай. О боже. О нет. Это не... Этого не может быть. О, Агнес. О, Агнес. О. На помощь. На помощь. На помощь, моя лошадь. На помощь. Алло, алло Могу ли я воспользоваться вашим телефоном? Мне нужно поговорить, вы ранены? Нет Со мной все в порядке, алло, алло Алло, алло, досмотрите, что вы тут делаете Одну секунду Почему вы занимаете телефон? Мне нужно позвонить Да, я хочу, мне нужно прекратить меня беспокоить Среди ночи, здесь говорю я Да, я пытаюсь объяснить Нет, здесь говорю я со своим приятелем Секунду, алло Ладно Алло, кто это? Алло, люди добрые Вставайте, люди Эй, прекрати шуметь Что с вами случилось? Эй, заткни его, я хочу спать Мне срочно нужен телефон Телефон Да, телефон Эй Можете воспользоваться моим О, 313, третий этаж Спасибо, большое спасибо Бегу Ходите Телефон там Спасибо Очень мило с вашей стороны Да, все в порядке Алло Кокинни? Это Барли Что-то случилось с Агнес Да, она лежит на дороге Да, она не может встать У нее высунут язык И вытянут ноги От жажды? Нет, может быть Она много пыла Кажется, у нее болит живот Да, ее надо отвезти в больницу Да, возле дома 56 Да Может быть, лучше принести Леди сюда? О, нет, она не Леди Какая разница, если ей плохо? Все равно, кто эта женщина Ну, Агнес Она лошадь О, а я думала Большое спасибо Огромное спасибо До свидания Нет, нет, другую дверь Там О, да, спасибо Алло, молочная ферма Может быть, вы поможете Один из ваших работников Оставил свою кепку в моей квартире Около трех часов утра Нет, я не знаю его имени Но он был ростом около метра восемьдесят У него темные волосы и очки И очаровательная улыбка Да Если вы знаете, кто это Пусть он зайдет в парикмахерскую на углу Маникюр, маникюр Привет Я только что о вас говорила Да, я знаю Как чувствует себя Агнес? О, не очень хорошо Я провел с ней всю ночь Это плохо Да, хотя отвез ее к лучшему доктору Не надо пудры Ладно, я надеюсь, с ней все будет хорошо Правда? Да Все готово? Да Побрите-ка мне еще раз Еще раз побрить? Да, пожалуйста Пустите меня Немедленно пустите Прекратите на помощь Отдайте мои брюки Отдайте мои брюки Извините Не сопротивляйся Я работала с Хоффлайн Фаджиш Повернись Одно хоть в нем хорошо У него есть перед и зад Что скажете? Нам будет обертывать его попона до начала ринга Что здесь происходит? Сними это Что вы делаете? Я не позволю Мягко, как у дохлой мыши Этот тип не сможет побить Зазе пицца Это значит, надо работать Пусть он 30 дней тренируется Пожалуй, это наш единственный выход Он должен будет драться Эй Могу ли я кое-что? Тихо, парни Он хочет что-то сказать Я дико извиняюсь, но не хочу ни с кем драться Ха Послушай, Барли Я твой друг Я Хонекс Габи Слоун Я пытаюсь тебе помочь Это вряд ли Минута Ты же меня не слушаешь Это нервы Только представь Ты будешь купаться в деньгах Ты поедешь в кортеджи больших машин под аркой Бойла Дама будет хлопать в ладоши На улице к тебе приставать Они завопят Вот, это он идет Но почему? Потому что ты станешь известным Ты будешь сражаться за титул На полугран с 80 тысяч человек Будут с ума сходить при одном твоем виде Кажется, телефон Это не телефон, это гон Он выигрывает Тигр Тигр, это ты Он снова играет Что? Нет Что нет? Это делается не так Сейчас я вам покажу Вы должны действовать колено Вот так Расслабьтесь Не нервничайте Да, попробуйте Уже лучше вот так Так Вы не хотите научиться уклоняться как я? Вернемся на полугран Тигр атакует слева Справа 90 тысяч зрителей 80 тысяч Ладно, 80 тысяч Только ради тебя 80 тысяч зрителей Неполных 80 тысяч Что значит неполных 80 тысяч? Потому что меня там не будет Хватит уже играть с ним в эти игры Эта обезьяна не понимает по-хорошему Так я тебе покажу, что будет Теперь не увернешься Попробуй вернуться на стуль Ну Это опять ты хулиган Любитель трезвонит в двери Я не люблю дам, которые бьют джентльменом Еще одна вертка Барли, что они хотят от тебя? Они пытаются сделать с меня боксера Мы ничего не сделали еще Вон отсюда, вон Бруклинская гостеприимца Сборище хулиганов Кто хулиган? Он самый злостный Я никакой не хулиган Вон отсюда Маленькая леди права Мои извинения и сожаления, мисс Салливан Барли, да? Одно слово, прежде чем уйду Если вспомнишь когда-нибудь обо мне, Барли Запомни, меня зовут Хонест Габи Слоан Хорошо Тот, кто предлагал положить будущее к твоим ногам Будущее, которого ты достоин И твоя прекрасная сестра могла бы тобой гордиться И эта И эта, дорогая, бы и так же гордилась То? Знаешь, Барли Я иногда задаюсь вопросом А порадали ли мы мужчины одежды своих матерей? Готов поспорить, твоя мать была прекрасная женщина Да, у нее были некоторые проблемы с почками в последнее время Правда, сестра? Знаешь, Барли, так странно Я готов бы покляться, что это твоя мать Может быть, так оно и есть Она жила здесь до нас А это, возможно, ваш отец Он тоже здесь жил раньше Простите, это моя лошадь Как насчет такая теплого молока? Алло Но она больна, мистер Кинни Я был вынужден поместить ее в больницу Да, я знаю, что это стоит денег О, Барли, я не услышал, кстати Нужны деньги, что? О, вы не можете продать ее шкуру Нет, мистер Кинни, я не пытаюсь учить вас Скажите, что он хочет Но вы не сделаете это с Агнес Что? Ладно, можете меня уволить Но она заслужила большего У меня никогда в жизни не было столько денег Так, сестрички, не было Но я их найду Прекрати разовать с крысой Слушай, Барли, ты получишь эти деньги Вы, вы как вы Подписал контракт со мной У тебя будет много денег До свидания Ты станешь богат За несколько минут удачного выступления На красивой, светлой арене Ну, я согласен Доброе утро Доброе Доброе утро Где спайдер? На ринге О, да Вы прекрасно выглядите этим утром Вы так же О, спасибо О Эй, тигр Мы обычно пользуемся мостом О, да Привет Ты что, вспотел? Нет, я Я без разницы Что это такое? Резинка порвалась Это тоже без разницы Это твой первый бой Звучит гонг И ты выходишь в бой Встречайся с противником на ринге Он бьет справа, ты уклоняйся Мут слева, ты уклоняйся Ты бьешь его по голове И парень внизу, понятно? Не ты Он лежит в отключке 8, 9, 10 И ты победитель А что, если мы проиграем? Да не беспокойся, ты победишь Дай сюда Как теперь? Отлично Не снимай ее Однажды двое парней были в подобной ситуации Через 6 месяцев они все же сняли свои перчатки Вот, теперь все хорошо Может лучше прекратить это? Ты не можешь отказаться Подумай о своей карьере Это суета с перчатками, мне уже надоело Ладно, на чем мы там остановились Ах, да, ты победил Нет, нет, ты победил Чтобы хорошо смотреться среди всех этих штучек Ты делаешь вот так И напоследок ты делаешь так Понял? Теперь начнем сначала Звучит гонг Я твой противник Подними руки Ты когда-нибудь дрался? Нет Ладно Сделай грозное лицо Нет, ну нет же Такое лицо, чтобы он испугался Как у тебя Я никого не пугаю Ты меня пугаешь Держи руку Ладно, я твой противник Начинай драться Раз-два, бум Раз-два, бум Понятно Начинай меня бить О нет, я могу тебя отрамвировать Ничего, я рискну Это такая игра Ладно Раз-два, бум Раз-два, бум Тебя что-то держит Нет, нет Прояви жестокость Бей со всей силой О нет Давай, бей Ладно И что теперь На этом все Я пас Эй, тигр Да Ты не очень занят Нет Нет Ты умеешь танцевать? Танцевать? Да, на ферме у нас были Ладно, Вера Как ты держишь девушку? Ну, примерно вот так Сожми пальцы А теперь танцуй Без музыки Подожди минутку Послушай сначала Бум-бум Вот что я сказал ему Дорогой Джо Мы будем в Детройде девятого Не волнуйся за его силу Он сделает это даже с квартой молока в каждой руке Все решено, Сид В ЧК 4 в Детройде девятого Почему бы мне не дать ему кулаком в нос при людях И прекратить все это Ты что предлагаешь, Сид? Опять выставить себя придурком? Ого Смотри Кто к нам приехал И это доставит нам неприятности Задержи их Останови И уведи подальше от этой вальсирующей мыши Теперь послушай, Сид Его сестра очень упряма Ну позаигрывай там с ней И если она западет на тебя То станет ручной Включи свое обаяние по максимуму И чтобы поднять ей настроение Скажи, что ты сломал ноги И надо тебя перевязать Куда это ты собрался? Там Поли и Мэй И что? Дама отдельно, боксер отдельно Это он усвоил Пойдем, успокойся Я хочу с ними поздороваться Возьми себя в руки Отведи его в душ И оставь там Эй, я... Ты что потерял? Что-то Не волнуйся, Поли Я скажу все, что нужно Я скажу этому гады Слоуну Что? Добро пожаловать, добро пожаловать Это значит, нас ждали Мисс Прилинг Это мистер Макфарлинд Здравствуйте Я хочу поговорить с мистером Слоуном Конечно, если бы он был здесь Но он, к сожалению, в городе У него зуб разболился Ладно, могу я поговорить тогда с вами С большим удовольствием Если вы нас просите Ой, я буду поблизости Отдай мне мои брюки Но ты у меня получишь Эй, верни мне полотенце Вернись Я не шучу Не делайте поспешных и неверных выводов Только потому, что несколько боксеров травмировано Это не очень разумно Вот взгляните на меня Это вы Почему же вы так заинтересованы в барле? Я, прежде всего, потому, что он ваш брат Это бессмысленно Я хотела бы жить в уголке, подобным этому Завести корову, цыплят с тобою Дорогая, если у нас все получится Это от нас никуда не уйдет У тебя будет такой уголок и миллион цыплят Знаешь, это уже не раз от тебя слышала Когда с тобой познакомилась, у меня и так было все А теперь у меня нет ничего Дамы и господа, часто Кенбаума Я не могла себе представить, что ты станешь боксером Ну, это только средства Быстро зарабатывать немного денег Ну, а когда Агнес поправится, я вернусь в свой молочный бизнес Так это все из-за Агнес Да Смотри Это талисман из ее волос Я сделал его сам Правда? Он приносит мне удачу Кто-то вам не принес удачу еще Когда тебя уволили с работы Разве нет? Нет, но Он принес удачу в том, что я познакомился с тобой Знаешь, ты хороший, милый человек Фальц? Продолжение следует... Раз, два Этот Хоган ужасен Да Мистер Хоган делает все так, как ты меня учил 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ладно, Памин Ты следующий Уже? Да, да, уже Пошли, тигр Эй, отдай телефон Отдай телефон Эй Отпускайте, опускайте Мистер Слоан Я плохо себя чувствую Что случилось? Не знаю У меня озноб Вот в чем твоя проблема Да? О, да Да, теперь гораздо лучше Он выглядит не очень впечатляюще Но если вы думаете, что он не имеет драться Вы ошибаетесь Он побил чемпиона Сина Макфалерда А теперь он будет драться с отличным боксером Торнадо Тоддом Вот он, Тодд Ты не забыл, что должен ему проиграть? Да, я помню Мистер Слоан Да Как вы думаете, я достаточно тренировался для боксов? Всему, что необходим, мы тебя там научили К тому же, у тебя есть счастливый амулет Из твоего конского волоса Что с тобой случилось? Мой талисман Да, мои господа Да В этом углу Торнадо Тодд А в этом углу у нас Протягивайте немного времени Он двинет через 10 минут Господа, господа Случилось непредвиденное обстоятельство Молочник потерял управление Ты что-то потерял? Я ищу конский хвост Конский хвост, да? Да, я должен его найти Он, наверное, остался где-то здесь Где наш мальчик? Он в раздевалке За ним присматривает спайдер О, вот он Что это было? Изворотливый тигр Который последует безголовый всадник Иуда, он послал меня за пакетом арахиса А когда я вернулся, что бы вы думали? Ты забыл арахис? Нет, он сбежал Эй, Барли Смотри, вот твой талисман Выходи Нет О, смотри, вот твой талисман нашелся Выходи быстрее Знаете, мистер Слоун Сегодня, переходя 42-ю улицу Ты попытался сделать левый поворот? Нет В общем, я подумал Я долго размышлял И пришел к выводу Что лучше тот бой отложить на завтра Возможно, завтра я буду себя чувствовать лучше Кое-кто из этих парней Уже не сможет выйти на ринг завтра Я достану его, босс Понятно, ты отказывайся О, нет, я не отказываюсь Ну так в чем дело? Слезай оттуда Я не готов начать сегодня Понятно, хочешь выставить меня дураком Меня, парня, который не сделал тебе ничего плохого Думаю, я... Я не заслужил этого спайда Тигр Да, тигр, извини Ты ранишь мое сердце Прямо сюда Я сейчас выломаю эту черту дверь Если ты это сделаешь, я сбегу Пойдем Ты собираешься драться или нет? Нет Ладно Если ты не идешь, я ничего не смогу сделать И что, показать тебе мое доброе отношение к тебе Я пойду и отменю бой О, спасибо Пока, Варли Эй, нет, нет, подождите, что вы делаете? Спонсор трансляции чемпионата по боксу Удивительные вафли Вэй Бауна Восхитительные, покрытые шоколадом Бакалея О, это ты? Да, сэр И мы сейчас будем праздновать победу твоего брата над Торнадо В первом раунде Ха, это еще неизвестно Ты говоришь, что неизвестно? Результат боя Что ты имеешь в виду? Бой еще не начался Ладно, надеюсь, сейчас все узнаем Вот он, Тигр Идет по проходу Бурные аплодисменты И неудивительно Этот парень уложен чемпиона в среднем весе Об этом все читали во всех газетах Жаль, что сегодня с нами нет мистера Макфалерна Почему ты не там? О, я предпочитаю быть здесь с тобою Мягко говоря Наверное, мысль о новой встрече с Соливаном сделала его немного рубки Дурак Войн начинается Торнадо рвется вперед, как векий бык Он атакует, тигру ворачивается Он опять атакует, тигру ворачивается Тигру ворачивается снова Что это? Соливан атакует Он бьет еще раз Торнадо лежит, он лежит Пять Он победил Семь О, Барли Он победил Тигр победил Соливан победил Он отправил ее в нокаунт В первом раунде Соливан победил в первом раунде Но почему он не встал? Из-за удара это рукой, вот почему Но это был слабый удар Мы что, не будем продолжать драться? Нет, все уже закончено Закончено, да, закончено Мой воинственный молочник Расскажи им об этом, Барли Здравствуйте Здравствуйте Я не менее удивлен, чем вы Потому что готов поклясться Я его лишь слегка задел Ох Какое остроумие Какая скромность Это говорит хонность Габи Слоун Его менеджер И вот что я хочу сказать вам И всех парней, которых я встречал Такой энергичный, смелый И целеустремленный Это только тигр Соливан Он такой яркий Да А какой шутник Он умеет развить в толпу Долгие годы мы искали боксера, который И поезд меня унес Я был неправ, рассчитывая на один бой Габи сказал, что я должен провести 6 боев Иначе не получу свои деньги для Агнес Раз-два-бум Раз-два-бум Мистер Слоун Что там? Мистер Слоун, что значит яркий? Что такое? Яркий Об этом вы говорили тогда По радио Когда я победил Это значит, так пишут про тебя во всех газетах Про кого? Что значит про кого? Ну я имею ввиду, кому, например, остался подобен Тем, кто выделяется из толпы О ком говорят Например, Диззи, Дзен, Бобби Джонс, Эмилия Эрхарт И Мэй Вест, она другим способом Да Допустим, я бы дрался со всеми ими четверыми Я бы победил их, да? Надеюсь, что так Я тоже так думаю Раз-два-бум, раз-два-бум Один-два-бум 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 Субтитры делал DimaTorzok Боинственный молочник будет драться с африканским боксером Чика, он даст единственное интервью Чикарской прессе Эй, есть здесь кто-нибудь? Есть для меня почта? Да, мистер Соливан Вот, прочти это, Спайдер Выходите, парни, а он вас не съест, он еще котенок Битва года, Кинг Соливан против Таффи Лагро Звучит гонг, некоторые журналисты считают, что бой будет длиться 10 раундов Другие думают, что 8, я же думаю Я уже знаю Вот и все, это Соливан Соливан побил первом раунде Парни, у меня есть самая лучшая идея во всей моей жизни Сегодня я же выезжаю в Чикару Завтра я выкуплю контракт воинственного молочника Он будет отличной рекламой Нашей молочной фермы, да? Отлично, да? КОНЕЦ КОНЕЦ Рада видеть тебя, Габи Еще бы, читала о нас в газетах Да, скажи, что происходит с молочником? Это слава, дорогая Он ее попробовал, слава Однажды, поздно, я подумал, мне пришла в голову идея, надо прославиться Если он поверит в себя, публика так же Потом же, как гром среди ясного неба, появился парень Этот, да Мистер Остин, Остин Мистер Ветци Он купил у меня контракт молочника за 50 тысяч О, поздравляю, молочная ферма Сан-Флоу Позвольте пригласить вас сегодня к себе Я познакомлю вас с моими друзьями Подпишем все необходимые бумаги Отлично, правда? Привет, сестренка О, Боже Ну как ты, ничего, Барни Ты выглядишь прекрасно, граждане, это моя сестра О Привет, Сид Можно заснять вас вдвоем Ладно, валяй Готовы, парни? Отлично Кое-что для вас Для вас так же Фото будет на всю страницу Вы с чемпионом вместе Но я говорю, будет лучше, если там, где вы стоите Да, сэр Неплохо было бы, чтобы чемпион лежал Давайте, снимайте, снимайте Вот то, что вам нужно О, нет, нет Минуту, вы так не можете поступить Пойдемте, пойдемте Думаю, на 50 тысяч можно много цеплят купить Цеплят дорогая, на них можно купить хоть страусом Но ты еще не знаешь всего Так ты уже пристроил эти деньги? Ладно, слушай Мистер Ферма Сан-Флоу на спор предложил мне поставить эти 50 тысяч на чемпион И я это сделал Это значит, если Сид проиграет, мы не получим ничего? Да Но как же он может проиграть? Я не знаю как Но об этом уже пишут в газетах Извините, господа, извините Барли, я должна тебе кое-что сказать Это очень важно Видишь ли, Сид и я, мы собираемся О, Полли Полли Извините меня, извините Полли Мои что? Мы поженимся все равно Полли Привет, Полли Мне так много надо тебе рассказать Мне так же многое надо, Барли Барли, как насчет фото со своей любимой? Без проблем Ладно, отлично Давайте, парни, включайте свои камеры Минутку, минутку Давайте вот так Отлично, может он оберн так сделать? И я так же Пойдем, Барли Мы опаздываем тебя от Paramount О да, пойдем Ну как, дорогая, что ты думаешь обо мне? Я думал, что ты поставил не того боксера Не придумывай Послушай, ты говоришь о парне, который дурак и пустышка Вот и хорошо, когда Сид вступит с ним в бой, он сделает с ним котлету А мы получим свои деньги За вычетом не сотки долларов на лечение тигра Это неизбежно Что ты об этом думаешь? Я думаю, что ты слишком много болтаешь Послушай, дорогая, я тебе все объясню Подожди минуту Ты мерзавец Это не так Все это время ты притворялся Чтобы я не мешала вашему грязному заговору Ты хочешь убить моего брата? Ты не понимаешь, разве нет? Нет, все не так Публика больше не хочет меня видеть Я так же Но это мой единственный выход О, да Дорогая, я тебя люблю, сказал он Ломая честь ее брату Послушай, дорогая, я обещаю тебе Я не буду его бить так сильно, чтобы... Что это было? Мой брат Вадим отсюда, не оглядывайся Светские новости Госпожа Винтроп Леймон, общественный деятель Со своей стороны подпишет боксерский контракт В пользу основанной ей молочного фонда Как поживаете, мистер Леймон? Спасибо, все хорошо Добрый вечер, миссис Леймон Добрый вечер, моя дорогая О, прошу прощения, миссис Леймон Я рад вас видеть, миссис Леймон Добрый вечер, мистер Остин Здравствуйте Как поживаете? Я хотел бы представить вам моих друзей Конечно Первая сторона в этом случае соглашается с условиями второй стороны Не дала бы этой даме и пять центов Как я сказал, первая сторона с условиями второй стороны Ну, уходи отсюда Принеси лучше мне мороженого Тутти-фрутти Подтверждение чего Каждая сторона получает На руки настоящее соглашение в трех экземплярах Теперь вам останется только подписать Как насчет заявлений для пресса, госпожа Леймон Да, расскажите, как вы на это смотрите Молочный фонд, как вы все знаете, и основала с целью Помощи обездоленным детям Конечно, ничего не понимаю в боксе Но если это поможет детям, это достойно Я счастлива, когда подумаю, что тысяча обездоленных малышей Получат полноценное питание Благодаря, как бы это сказать Благодаря ферме Санфлоу Да, моему дорогому другу, мистеру Остин И вам, мистер Слон, моя искренняя благодарность Это здорово Привет Заходи, Сид, мы тебя ждем Дайте мне контракт Вот он А теперь распишись в нижней строчке Вверх не распишется барин Лучше напиши Эльвуд Макфарленд Чем? Это всегда беспокоило Эльвуда Я не буду драться, габи Потише, пожалуйста Успокойтесь, не все сразу Да, ты знаешь о моем кровяном давлении Еще одна такая шутка, я упаду замертая О чем это я? Ах да, подпиши контракт Я не буду драться со своим Шурином Твоим Шурином? О, мое сердце О, моя цеплячья ферма Он может так поступить? Это что такое? Мистер Салливан, мы подписываем контракт в библиотеке Отлично, пойдем, Полли Где один бар? Я присоединюсь к тебе позже Хорошо Джентльмены, контракт Что тут у вас случилось? Вот контракт Он смят Да, но я не... Почему ты не сказал, он должен знать это? Так или иначе, я не собираюсь драться со своим Шурином Он еще тебе не Шурин Скажи, в чем же проблема? Почему тебе не подождать бы пару месяцев? Мы не можем ждать Не будь же тряпкой, честное слово Несколько месяцев ничего не решать Мы ждали 15 лет, а теперь посмотрите на нас Мы не будем ждать, и я не буду драться О, благодарю, Сид Я сильно изменил свое мнение о тебе Держу пари, что это так В самом деле, ты меня взволновал Я не спал многие ночи Я даже пробовал теплое молоко внутрь И я... Конечно, а что? Ничего, продолжай Несколько ночей подряд Я видел один и тот же сон Я видел тебя и свою сестру И трое ваших маленьких детей Что? Вы их будете очень любить Особенно младшего Он был похож на тебя О, правда? Они будут стоять на веранде И кричать, как только я буду приходить к вам Мама, мама, вот идет дядя Барли Который побил вашего папу Да Что такое? Ваше отношение к детям меня очаровало Я миссис Леймон Очень рад Знаете, вы замечательный человек Знаете, вы так же Да Меня, как основательница молочного фонда Либо контролили ваши слова Правда? Вы не скажите мне кое-что о себе? Я с удовольствием Когда я был маленьким мальчиком Наши дети не будут это кричать Когда вы едете дядю Барли Нет? Нет Элвуд, подпиши контракт Но, дорогая, это значит Габи контракт Тысяча чертей Билар Привди Сальвана Шикарный жест, мисс Знаете, я до того наловчился Что мог спорить на пене Что держа руки в карманах А никто не сможет сбить с меня шапку И никто и не смог, правда Что же вы только что сделали Это мой старый трюк Ну, из-за чего особо Обо мне пишут в газетах Нет, это делается не так, нет? Вы должны расслабить колено Очень хорошо Вы прекрасны Ой, вы мне нравитесь Теперь я покажу вам, как я делаю это на ринге Да? Хорошо Вот ударьте меня В самом деле ударить Да-да, я увернусь Вы уверены? Ну ладно О, не так Смотрите, вот так надо Отведите руку и замахнитесь От конца вправо Сейчас правильно Теперь смотрите Ладно Это замечательно О, вы знаете В самом деле это очаровательно Нет, вы слишком напряжены Да, я знаю Да, вы должны расслабиться Так Сделаем так Здесь Больше свободы Вот так О, да Расслабьтесь Так лучше Не забывайте про колено Нет, нет, я помню Теперь, теперь вы Ударьте меня Вы этого хотите? Да Ладно Эй, вы все помните, да? Если забудете, будет плохо Очень хорошо Это было прекрасно Давайте еще раз Ладно О, мистер Мистер Сал Подождите Мистер Салливан Привет, Полли Да Здравствуйте Здравствуйте Ну ладно Мы едим все позже Да Они ждут вас Бой все равно состоит А Сид сказал, что хочет драться Что? Хорошо Скажите ему, что я буду через 2 минуты Но для него это будет подобно самоубийству Хорошо, тигр А, вот ты где Хорошо Барли, я тебя не узнаю Ты не узнаешь меня? О, Полли Ты шутишь, правда? Я никогда не была так серьезна Парень, которого я знала, ушел и никогда не вернется Но это же я Я же тот самый Я могу это доказать Хочешь, покажу права? Нет, ты меня не понимаешь, Барли Однажды я встретила парня Который мне очень понравился О, нет Нет, это был прежний Барли Хороший парень, который был так добр к лошадям и к людям Но тот, который вернулся, почувствовал запах крови И все еще и дышит Барли, ты просто убийца Тебе надо повесить Вместе с остальными убийцами Убийца? Я убийца? Да, ты Ты доктор Джеккил в одном лице И все хорошее в тебе уничтожено твоими пороками О, это плохо Посмотри на себя со стороны Когда ты сошел с этого поезда, я была очень поражена Ты стал совсем другим человеком И этот человек идет вперед, вперед Ломая все на своем пути Только чтобы достичь своей цели Это ты, Барли? Видишь, кого ты превратился? Да Это ты, Тигр, убийца Я не хочу иметь с тобой ничего общего С меня хватит Но Поли Тигр, убийца Спайды Я не могу драться Кто тебе сказал? Не важно, я убежден Ты слышал о Джекке Ли и Хайде? Нет Они как... Амос и Энди? Нет Мирт и Мардж? Нет Это такие два человека Правда? Эй, Габи Эй, Габи Габи Слушай, иди отсюда, придурок Пусть я придурок, но у меня есть новости Слушай, у меня тут важное дело А этот парень хочет сказать, что Тигр не будет драться Тигр не будет драться? Что? Твои парни добрались до него Что за парни? Их зовут Джекке Ли и Хайде Они сказали ему, что они умеют драться Ничего не понимаю Говорю тебе, я ничего не понимаю Черт, это сглаз Или на мне, или еще на ком-то Но я разберусь с этим Несмотря на свое кровяное давление Привет Я только что услышал новость Так ты не будешь драться, да? Нет, мистер Слоу Я нахожусь в ужасном положении Да? Пойдем на воздух Видите ли? Во мне два разных человека Почему бы не подписать контракт с ними? О, это невозможно Садись Мистер Слоун, это все равно очень важно Видите ли? Во мне есть хорошая сторона и плохая Человека любец и убийца Добро должно победить во мне зло Я должен убить в себе Тигря Я должен Откуда ты этого набрался? Кто тебе сказал? Полли 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 Ах да, Полли Умная девочка Полли Она права В тебе живет убийца Но ты Ты запутался Это говорит в тебе убийца Ты сбит с толку Запутан И обманут Я? Послушай, что я тебе скажу Если ты выйдешь в бой Тысяча младенцев получит молоко Правда? Но убийца в тебе плохая сторона Хочет лишить этих крошечных малышей Их последнего шанса на жизнь И на счастье Представь, что я твой отец Ну зачем же? Не знаю, просто представь Так вот, я хочу помочь тебе Убить тебя Тигра Ты сконцентрируйся Сконцентрируйся Как никогда прежде Представь себе ребенка Да Представь, да Теперь представь себе бутылку молока Представь Нет, но она же у ребенка Вы хотите, чтобы она была у меня? Бутылка молока у тебя Но вы только что дали ее ребенку Разве я прошу слишком многое? Представь, что у тебя есть бутылка молока Представь, нет Так в чем же дело? Я представляю ребенка И он плачет Нет, он смеется Представь тысячу малышей И они все плачут Все кроме одного Оставь его в покое Они все плачут, ты слышишь? Да О чем они плачут? Я не знаю Они все хотят молока Почему у них его нет? Потому что убийца сказал нет Убийца не хочет, чтобы у них было молоко Убийца нравится, когда младенцы голодают Но твоя хорошая сторона Она любит детей И хочет, чтобы у них было молоко И ты хочешь позволить тигру взять верх над тобой? Нет Ты будешь драться за благородную цель За высшую цель Ты станешь чемпионом среди младенцев И они все будут тебе благодарны Да Бокс сегодня Бой за звание чемпиона мира в среднем весе Макфарлин против Соливанов 300, 325, 375, 400 Куча денег Половина из них пойдет тем младенцем А другая половина нам с вами Видишь, дорогая Теперь можем и миллион цыплят купить Алло О, привет, Барли Барли? Разгон еще не здесь? Нет, еще не здесь Кто? Ладно Ладно, как скажешь Он сказал, что задерживается Но приложит все усилия, чтобы быстрее приехать сюда Приостановить продажу билетов, босс Откройте окна немедленно Я скажу, когда нужно будет приостановить продажу Вы знаете, доктор? Маленькая Агнес очень похожа на свою маму Это все, что с ней было, не так ли? Вечно голодная, да? Я думаю, она выпила достаточно Лучше ведите ее Отлично Да Вот сюда Ладно, девочка, заходи А мне надо идти Меня ждут очень много людей Нет, ты не пойдешь со мной Да, я знаю Но ты останешься здесь Ты останешься здесь Я не знаю, что делать Мужчина, которого я люблю Будет драться с моим братом Которого я также люблю И сейчас, в эту минуту Мне страшно Тогда Как ты же это допустила? Это длинная история О том, как чемпион оказался побит О том, что моего брата надо поставить на место И ты должна это сделать О, не волнуйся, Мэй Барли обещал, что Сидом будет все в порядке Через час после боя Он так сказал Да Я скажу тебе кое-что Через час после боя Барли окажется в больнице Со сломанной челюстью Как так? Ну он же отправил в нокаут Столько боксеров О, Поли Габи платил им, чтобы они поддавались Сам он не может побить никого И сегодня, после боя Скажи, ты видел когда-нибудь боксеров После ужасного избиения? Нет Нет, я так и думала Они ничего не понимают И выглядят примерно так Они даже не ориентируются во времени О, это ужасно Почему же ты не рассказала мне об этом раньше? Я обещала Сиду не вмешиваться Как дура Это действительно все усложняет И что? У тебя под контролем все деньги Сида, правда? Да, они находятся в моем банке И что же? Значит, Барли также имел доступ к этому счету И Барли снял все его деньги Он сделал это? Да, он хотел сделать вам сюрприз Он снял все деньги Сида И поставил их на свою победу Минуту Скажи это снова Он взял все Ясно? Я понял, пошли Эй, водитель Успеем проехать до смены сигнала Попробуем Не получилось Да Маленькая Агнес Черт возьми Ладно Ладно Иди сюда, малышка О, детка Что ты тут делаешь? Тебе нельзя выходить сюда Эй Эй Такси Такси Откройте дверь Я войду Привет Привет, вы свободны Я не глухой Что вы сказали? Я сказал, что не глухой Да, я тоже Когда-нибудь мы соберемся и тихо с вами поболтаем Что? Да, хорошо Вы правы Мне как всегда не везет Сэмми победил его в первом раунде Вот и слушай их Толпа требует главного боя Не морочь мне голову Все не так Даже время не то Мы должны протянуть время Что же делать? Где искать выход? Я мог бы выйти на римки Сделать несколько поклонов, да? Я придумал, придумал Мы выпустим госпожу Хоттенани Вы имеете ввиду меня? Да Расскажите им немного о крошечных малышах Это их успокоит Это их успокоит Хороший день Он не только глухой, но и дурной Проезжайте, быстрее Что в этом смешного? Шутник, однако Я думаю, ближе уже не подъехать Да Мы выйдем здесь Мы? Да Это за нас обоих Пойдем, малышка Пойдем Выходи, выходи Смелее Хорошая девочка Пойдем, малышка С большим удовольствием Я рад представить вам Известного филантропа Миссис Винтроп Лемоин Дамы и господа Большое спасибо за поддержку моих усилий В помощи обездоленным детям Он здесь Вот так Тихо Не дергайся, Агнес Тихо Отлично Привет, Сит Смотри Это маленькая Агнес Где ты ее взяла? Я принес ее на удачу Да, удача тебе понадобится Смотри, Агнес Какая ты тяжелая Что меня ударило? Он здесь Он здесь Тигр здесь Да, он только что был здесь Что такое? Что случилось? Он ударил ему в лицо ногой лошади О, как зверский Я застрелил вчера этого парня Правда, это было только во сне Принеси нашатырный спирт Он там в моей сумке Эй Нашатырный спирт Нашатырный спирт Давай очни Сит Нашатырный спирт Симоний спирт 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 Снотворное Да, видимо, это оно Вот Дай ему это Вы собираетесь выходить? Мы будем на ринге через 40 минут Не надо мне это Это поставить на ногу Побей его, наконец Ты вернешь свою славу Но если ты уложишь его одним ударом Все поймут, что это была фальшивка А тут собралось много умников И это не добавит нам популярности Я был твоим менеджером долгое время Ты заплатил мне много денег Если ты меня когда-нибудь слушал Послушай сейчас Ты должен продержать его хотя бы три раунда Да что такое с тобой? Ничего А что с тобой? Дамы и господа Это главное сегодняшнее событие Бой в 15 раунда За звание чемпиона мира в среднем весе Представляю вам парня, который всего за 6 месяцев Стал главным претендентом На звание чемпиона мира Это никто иной, как воинственный молочник Барли Тигр Салливан Представляю вам чемпиона мира в среднем весе Сида Макфарлинга Джо Лори Вы оба парни знаете правила игры Я говорю бы Оба хорошо знаете правила игры Мистер Костин Я бы не идти на риск Ставлю все свои деньги против ваших Не победа сида О это здорово Согласен Идет мистер Слован Давайте Вот возьми это Барли Полли Мэй Барли Откажись от боя Ты же не умеешь драться Я не умею Тебя обманывали Сид хочет тебя избить Ты никогда не умею драться Барли Конечно умею Пошли Тигр Пора Барли Может она права Может она не умею драться И не думай только тогда Когда уже открыт роль Иди вперед И пусть он получит это Она права Она права Эй смотри Вот твой счастливый талисман Возьми его И ты никогда не проиграешь Да Помнишь что надо делать Поиграть с ним Эй очки Дай мне твои очки О да Твои очки Дай мне твои очки Минуту Сид Подожди минутку Они не дают их снять Подождите минутку Снимите это Ты можешь вытащить Мои ноги оттуда Поторопись Мне больно О боже Я делаю все что могу Я знаю КОНЕЦ Давайте поможем ему, парни, играйте 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Эй, Сид, извини, что травмировал тебя, боюсь я бил тебя слишком сильно О, оставьте меня в покое Барли, пока не набежали журналистов, я хочу сделать тебе предложение Если ты сейчас оставишь ринг непобежденным чемпионом мира, я сделаю тебя своим портелом в молочном бизнесе О, это замечательно, мистер Остин То есть Вильбур, я счастлив, я так счастлив сегодня Знаете, вы все должны быть очень счастливы, да Сид здесь, с ним все в порядке С ним будет моя сестра, она... Вот что с Габи, он же потерял все свои деньги Эй, мы можем сделать его главным управляющим на ферме Он сумеет понять боевой дух, парни Согласен, как скажешь партнер А с Сидом-то на что будет С ним все в порядке, он теперь богат Видите ли, я поставил все его деньги на свою победу Они приняли ставку триконаму Вот придурки Озвучивание фильма сделано Садкур, Харьков, год 2013 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok